Друзья всем привет с вами канал Китайфак и сегодня у нас на распаковке небольшой лазерный уровень с зелеными лучами клубиона MD02G стоит он совсем недорого всего 2750 рублей на день снятия обзора пришел в такой упаковке пришел быстро в районе 15 дней давайте скроем посмотрим упакован на совесть в очень толстый слой пупырчатой пленки вот в такой маленькой коробочке маркировка стоит MD02G G это значит green зеленые лучи такая маленькая аккуратная сумочка и краткая инструкция правда все на китайском языке но думаю в принципе она нам не понадобится сама сумочка сшита отлично никаких посторонних веревок не висит то есть сделано очень аккуратно да друзья в комплекте за эти деньги помимо самого прибора идет магнитное крепление причем с таким поворотным основанием здесь прибор можно поворачивать вокруг своей оси два мощных магнита неодимовых также это крепление можно закреплять на саморезы и сам приборчик также запакован в пленку вот такой компактный прибор строит он вертикаль горизонталь и скорее всего должен работать под наклоном из конкурентов можно привести в пример fireco f112 green обзор на него можете посмотреть перейдя по ссылке в правом верхнем углу стоит он на сегодня 3600 рублей на нашем рынке это rgk ml 301 green стоит в районе 7000 ада куб мини green стоит в районе 6000 либо элемент 2d green стоит он в районе 5500 рублей то есть как вы понимаете на сегодняшний день зелеными лучами вот этот лазерный уровень клубиона md02 green будет пожалуй самый недорогой прибор 2 750 рублей всего ссылку кстати на проверенного продавца как всегда оставлю под видео само крепление сделано из пластика становый винт с резьбой 1 4 дюйма здесь есть отверстие под отвес если применять какой-то другой прибор и также 4 резиновых пяточки чтобы не царапать поверхность он достаточно простое крепление принципе очень удобно и сам прибор корпус сделан довольно неплохо весь обрезиненный как вы можете видеть удешевление достигнуто таким образом что на обе линии вертикальную горизонтальную приходится всего один излучатель вот если вам видно то один слот он пустой он не занят и стоит всего один излучатель на две линии вот там две маленькие призмачки стоят на вертикали горизонталь это сделано специально чтобы удешевить производство и чтобы в оконцовке цена была намного меньше по сравнению с прибором где устанавливаются отдельные излучатели на каждую линию снизу приборы резьба 1 4 дюйма работает прибор от двух батареек но в принципе для одного излучателя две батарейки это вполне достаточно и думаю работать он будет относительно долго от одного комплекта батарей сверху всего одна клавиша включить выключить и тумблер блокировки да кстати друзья тумблер не очень хорошо блокирует компенсатор сейчас я потрясу и вы услышите как он трясется то есть тумблер до конца не блокирует компенсатор это конечно не очень хорошо но не так критично на самом деле думаю на точности это не должно никак сказаться так ну давайте вставим батарейки и посмотрим как он работает так друзья вот я ставил батарейки ну как и предполагалось функционал у него ограниченный сразу хочу сказать что есть режим работы заблокированным компенсатором то есть вот он сейчас заблокирован нажимаете на кнопку сверху и можно размещать что-то под наклоном но он будет мигать раз где-то в 5 секунд отдельно включаете компенсатор и прибор автоматически выравнивается выравнивается где-то в районе двух-трех секунд достаточно быстро это конечно же плюс но минус том как и у всех других недорогих приборов у которого используется один излучатель на обе плоскости нельзя переключить линии по отдельности то есть кнопка больше никак не реагирует она только по сути включает прибор в режиме заблокированного компенсатора включает и выключает больше ни за что она не отвечает по сравнению с firecore f112 green также зелеными лучами это уже профессиональный прибор у него используется два классных излучателя каждый на отдельную линию и функционал уже от этого расширяется хотя вроде бы конструктивно они практически выглядят одинаково то есть тумблер и кнопка но из-за того что два излучателя стоит можно ли не переключать по отдельности то есть выбирать либо горизонт либо вертикаль это конечно намного удобнее также у него есть режим работы с заблокированным компенсатором и компенсатор здесь блокируется очень плотно и если забегая вперед то хочу сказать что линию firecore намного ярче чем у клубеный но оно и понятно потому что там опять же используется один излучатель на обе плоскости по развертке лучей эти приборы можно сказать одинаковы что по вертикали что по горизонтали ну давайте сейчас посмотрим и сравним толщину линии на пяти и десяти метрах так друзья на пяти метрах сверху и слева эта линия firecore справа и снизу линия клубе он firecore конечно линия почетче и поярче ну скорее всего на фотоаппарате это особо не видно по толщине они примерно одинаковые чуть чуть меньше двух миллиметров и давайте посмотрим на 10 метрах на 10 метрах ситуация следующая firecore конечно поярче светит но линия у него кажется потолще на самом деле клубе он в яркости практически не потерял что очень радует и толщина линии у него потоньше если у firecore где-то в районе четырех миллиметров то у клубе он где-то миллиметра 3 очень круто на самом деле по горизонтальной развертке как я и говорил они практически одинаковые то есть вот у клубе он и линия чуть-чуть не доходит до прибора firecore также по вертикали начинается линия у клубе он и где-то на сантиметр поближе к прибору давайте еще посмотрим вертикальный луч как заходит на потолок на одном метре и на трех метрах да друзья кстати забыл сигнализация у клубе он и при наклоне просто мигающей линии без звукового сопровождения вот я установил оба нивелира на один метр и давайте посмотрим насколько линия заходит на потолок как он будет вести себя в ограниченном пространстве так вот справа у нас firecore слева клубе он видно что firecore чуть-чуть выигрывает сантиметров 10 и давайте посмотрим на 3 метрах вот рубеж 3 метра давайте посмотрим насколько они заходят на потолок так и вот друзья они заходят где-то в районе двух с половиной метров firecore опять же также выигрывает где-то сантиметров на 10 но это незначительно на самом деле в общем друзья на поверку оказалось совсем неплохой прибор за эти деньги зеленым лучом отличный вариант да надо кстати посмотреть как такая блокировка сказалось на точности в следующем видео мы проверим заявленные характеристики по точности поэтому друзья подписывайтесь на канал впереди еще много интересного ставьте лайки всем добра пока пока